всем привет сегодня мы поговорим о бмв почему ее делал именно так как я ее делал отвечу на самые глупо популярные вопросы по ней этот автомобиль до сих пор в грунте потому что он меня никуда не торопит лучше пусть постоит на два дня дольше чем чем нужно по тдске у грунта много было споров в коментах утверждений о том что эта машина теперь труп эта машина испорчена все что я снимал до металла сгниет послезавтра и так далее в этой струе все вопросы и утверждением были коротко об автомобиле машины 2003 года она уже была вся в окрасе не один раз у нее были ремонты низов порогов носика крыла капот просто из-за сколов крашеных хер его ру раз крыша у нее целая двери у нее в принципе целые были ремонты низов багажник у нее уже композитный там говорить по сути не о чем у капота алюминиевый не гниет так вот по поводу того почему снимал все до металла рассуждений таких можно строить ну ходить вокруг да около я человеку на работу даю гарантию я работаю не дешевым материалом я уверен в этом материале я знаю что те грунты которые сюда применяю не защищают кузов от коррозии на это есть техническая документация к материалу поэтому то что эта машина сгниет послезавтра ну это даже жигули с этим материалом не сгниют послезавтра у бмв металл шикарный по крайней мере у этого кузова далее почему же все до металла капот 4 окраса ремонтных я не могу дать человеку гарантию на то что если я покрашу сверху это все будет блестеть через месяц она сядет и она сядет реально быстро и потом оправдываться как-то перед клиентом и полировать ему чисто капот потому что он провалился я не хочу следующее из того что реально можно было не снимать до металла это крыша и верхние части вот так вот по вот эту water линию на у дверей и задних крыльев все все остальное снимается до металла по простой причине снизу были ремонты которые мне надо открыть и посмотреть что там происходит и не зря их открыл двери снизу ремонтные окрашенные там уже лазили до металла и без меня вот этот вставка остается которую можно было не трогать до металла и на одной из дверей вот эта вставка часть все крыша и верхней части по работе мне это добавило ну назовем грубо один день до чтобы снять это ну так запаса возьмем слегка все остальное мне все равно эта работа пришлось бы делать проемы я снял до металла с одной лишь цель ну раз уж все это снимал до металла суду тех проемов остается снять до металла я не снимаю ни за порогов до металла у те вот под юбочные все пространство не снимаю до металла там я просто открашусь и отлачусь чтобы было все красиво и в глянце и к чему мы как бы идем чтобы все было примерно в одной толщине я понимаю конечно что я не смогу вылить выпилить и вылить машину которая красится в разделенке всю прямо в одну толщину так как это вышло завода так как вышло завода не будет ни у кого и никогда повторить заводскую окраску невозможно но мы можем максимально подойти к ее характеристикам хотя бы берем толщиномер в руки и смотрим грунт я буду точить под толщиномер крыша в горизонте в районе в районе 200 возьмем так то есть где-то сейчас может и больше быть на середине должно быть больше потому что там два прохода было друг на друга они все уровне 190 стреляем борт 120 130 130 130 в таких пределах то есть у меня есть ориентир до которого мне точится точится мне надо примерно до 80-90 микрон 120 120 130 то есть вполне себе нормальные показания 120 120 пойдемте капот посмотрим капот у меня до сих пор живет в камере мне как бы не мешают открасился его в уголок поставил 125 125 в принципе даже в разделенке грунтованные элементы друг от друга вообще в разное время мы получаем толщину плюс-минус в районе 130 плюс-минус точить грунт я буду под толщиномер я его буду выгонять примерно в 80 микрон объясняю почему лакокрасочное покрытие в сборе мы сейчас наберем грунт пирог краски и лака получается примерно в таком формате краска 15-20 микрон в зависимости от цвета там типа краски и так далее лак 50-60 микрон складываем 50 и 20 получаем 70 микрон складываем 70 и 80 получаем 150 микрон это заводская толщина выхода лакокрасочного покрытия она скачет от 110 и до 150 у немцев ну я усредненно сейчас беру японцы вообще на 90 сидят и это для них нормально поэтому в теории я еще не начал красить как вы видите ни одного элемента в теории я выйду в толщину 150 может там 160 микрон плюс-минус туда-сюда понятно что эта машина она не подорожает от этой покраски ну к тому же она и не подешевеет в таком варианте исполнения при продаже по простой причине когда человек потенциальный покупатель приходит покупать у него на выбор есть как минимум три машины он одну прошел прозвонил там 300 500 800 600 не берет не берет не берет там к примеру шпатлевки дохрена понятно делалось подходит к следующей у нее там 110 110 110 там 600 там 800 там 1000 где-то не берет понятно значит что-то подкрашивалась что-то осталось заводе либо просто было заменено или нормально покрашена и допустим подходит к такому типу ремонта берет толщина мира идет 150 150 160 140 103 150 160 я так грубо беру в пределах 20 микрон туда-сюда то есть машина в одной толщине у нее нигде не бьется 1000 полторы 2000 и не достает к примеру значит машина первое не тотальная она нигде не кувыркалась она вся примерно в одной толщине значит но не возникает подозрения о том что у нее были супер какие-то окрасы друг на друга слои ложились и так далее и само собой эта машина будет стоить дороже на рынке чем те которые по полторы-две тысячи микрон открашенные друг на друга залачены при таком ремонте еще раз повторюсь я уверен что лакокрасочная которая я сдам она будет в хорошем состоянии долгие годы делается все одной специально одной фирмой чтобы я мог во первых гарантировать качество во вторых нету конфликта материала между собой и по поводу воды вот что самое главное вода это очень дорого это невозможно покрасить в наших условиях нужна специальная камера нужны специальные пистолеты нужны специальные руки и так далее из всего вот этого что я перечислил то что вы писали в комментариях реально нужны просто руки даже не специальные нужны просто руки которые знают что что делать с водой во всем остальном это первое не дороже второе это как по мне так это качественнее и быстрее даже чем сальвент 3 этот просто технологичнее потому что как бы сальвент это уже ну такой не даже не прошло позапрошлый век вода это как бы настоящее так вот хочется работать в настоящем они в позапрошлом и поэтому мы к этому как бы шли пришли стремились и наконец-то в этом будем работать поэтому это бмв это просто как образец того как я хочу работать как я хочу выполнять свои работы как показатель там допустим будущим клиентам которые хотят сказать что ты как ты будешь теперь работать вот так я буду теперь работать и вариант по поводу цены тут уже нет варианта знаете а я хочу подешевле хочешь подешевле это не ко мне я называю цену она изначально высокая если вас что-то не устраивает пожалуйста гаражи гаражи сальвент абы какой материал мы дешевым работы теперь не будем а если будет что-то из дешевого интересно это будет просто тесты проверки на то какой вообще материал есть сейчас на рынке на этом у меня все пишите ваши комментарии мне нравится их читать благо и пока что еще их успеваю читать остальном будем разбираться чуть-чуть попозже всем спасибо за внимание удачи и пока